Составление бюджета – это важный аспект финансового планирования, который помогает эффективно управлять своими доходами и расходами, достигая при этом финансовой стабильности и долгосрочных целей. Независимо от уровня доходов и финансовых обязательств, формировать ясный и реалистичный бюджет полезно как на ежемесячной, так и на ежегодной основе. Рассмотрим подробнее, как можно грамотно составить бюджет на месяц и на целый год. Первым шагом составления бюджета на месяц является оценка всех источников доходов. Включите сюда заработную плату, доходы от инвестиций или аренды имущества, а также любые другие поступления. Важно точно понимать, какой суммой вы располагаете, чтобы начать планирование расходов. После этого перейдите к анализу текущих расходов. Разделите их на фиксированные и переменные категории. Фиксированные расходы – это те, которые остаются неизменными каждый месяц, например, аренда жилья или ипотека, коммунальные платежи, страховые взносы и кредитные обязательства. Переменные расходы зависят от вашего стиля жизни и включают в себя такие затраты, как продукты питания, транспорт, развлечения и незапланированные покупки. Для определения переменных расходов полезно ввести учет всех покупок в течение месяца. Это можно делать с помощью приложений для бюджетирования, таблиц или обычного блокнота. Записывайте все траты, чтобы в конце месяца иметь возможность проанализировать, куда уходит большая часть ваших денег. Если вам нужны деньги и вы ищите подходящий займ, заходите на сайт sps-sng.ru. Здесь вы найдете широкий выбор займов от различных кредиторов. Подбор займа стал проще простого. Просто укажите необходимые параметры и получите самые выгодные предложения. Не тратьте время на поиски, все нужные варианты собраны в одном месте. После определения доходов и расходов можно переходить к непосредственному созданию месячного бюджета. Сравните свои общие расходы с доходами и оцените, остались ли у вас средства для сбережений или инвестиций. Оптимальной является ситуация, когда доходы превышают расходы, и у вас остается определенная сумма, которую можно отложить. Если ваши расходы превышают доходы, необходимо задуматься о сокращении расходов или увеличении доходов. Составление бюджета на год аналогично месячному, но требует немного большего внимания к деталям и учета дополнительных факторов. Годовой бюджет позволяет лучше контролировать крупные расходы, планировать сбережения и достигать долгосрочных финансовых целей. Начните с оценки всех источников доходов на год. Учитывайте не только регулярные ежемесячные поступления, но и возможные премии, налоговые вычеты или другие сезонные доходы. Также стоит учесть ежегодные расходы, такие как отпуск, праздничные траты или ежегодные взносы за услуги. Разбейте годовой бюджет на ежемесячные сегменты для удобства сравнительного анализа и контроля. Вы сможете заранее планировать затраты на крупные покупки, отпуск или другие непредвиденные расходы, избегая неприятных сюрпризов. Особое внимание уделите созданию резервного фонда на случай непредвиденных обстоятельств. Финансовые эксперты рекомендуют иметь сбережения на 3-6 месяцев жизни без дохода, чтобы в случае потери работы или других чрезвычайных ситуаций вы могли чувствовать себя уверенно. При планировании годового бюджета важно учитывать инфляцию и другие экономические факторы, такие как изменения в налогообложении или стоимости коммунальных услуг. Попробуйте спланировать свои расходы с учетом возможного повышения цен, чтобы избежать нехватки средств. Регулярно пересматривайте свои месячные и годовые бюджеты. Жизненные обстоятельства могут меняться, как и цели или приоритеты. Гибкость и возможность корректировать бюджет помогут вам оставаться на плаву в финансовом отношении и достигать своих целей. Одним из популярных методов бюджетирования является метод 50-30-20. Согласно этому методу, 50% доходов выделяется на основные нужды жилье, питание, транспорт, 30% на дополнительные расходы развлечения, хобби, путешествия и 20% на сбережение и погашение долгов. Такой подход упрощает контроль над финансами и позволяет балансировать между обязательными тратами и личными желаниями. Заходите на сайт gptchat1.com, чтобы познакомиться с великолепным инструментом. Узнайте, как чат GPT может облегчить вашу жизнь, помочь в решении вопросов и сделать ваш опыт общения с технологиями более интерактивным и увлекательным. Не упустите шанс использовать один из самых передовых инструментов в мире искусственного интеллекта. Присоединяйтесь к будущему общению уже сегодня на gptchat1.com. Введение бюджета, особенно на начальном этапе, может показаться сложной задачей. Однако современные технологии и мобильные приложения делают этот процесс гораздо проще и удобнее. Вы можете использовать специальные программы для учета всех трат, распознавания шаблонов расходов и получения рекомендаций по экономии. Главное в бюджетировании – это дисциплина и настойчивость. Помните, что финансовый успех достигается не столько уровнем доходов, сколько умением их распределять и контролировать расходы. Заведите привычку регулярно следить за своими финансами, и это поможет вам не только снизить стресс, связанный с деньгами, но и улучшить качество жизни в целом. Таким образом, грамотное бюджетирование является ключом к финансовой стабильности и независимости. Следуя основным принципам составления бюджета и применяя их в повседневной жизни, вы сможете более осознанно управлять своими финансами, эффективно распределять доходы и достигать намеченных финансовых целей. В долгосрочной перспективе это поможет вам создать прочную основу для финансового благополучия и уверенности в будущем. Продолжение следует...